Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко присоединяется к нашему эфиру. Владимир, здравствуйте, рад вас приветствовать. Здравствуйте, я тоже вас рад приветствовать. Интересно услышать и ваше мнение. Как вы считаете, это авария на Лукоиле? Является ли она первой ласточкой технологического кризиса в Российской Федерации? И какие еще энергетические отрасли могут вслед за ней пострадать в результате эффекта домино отведенных санкций? Ну, безусловно, что это серьезная проблема. А Лукоил, как мы знаем, самая крупная частная компания нефтяная в России, которую не контролирует на 100% государство. Формально мы знаем, что государство в принципе все контролирует в России. Но формально Лукоил не контролирует. Поэтому, в принципе, для Лукоила это серьезная проблема. Это не значит, что она будет критическая, потому что эти проблемы будут накапливаться и со временем могут перерасти в серьезный кризис нефтепереработки. Ну, всего мощностей в России нефтеперерабатывающих около 300 миллионов тонн. То есть, действительно, такая ситуация на одном из заводов сократит возможности российской нефтепереработки. Ну, с 15 миллионов тонн этого завода до 7,5-8 миллионов тонн. Если брать общую цифру 300 миллионов тонн приблизительно нефтеперерабатывающих мощностей в России, то это не является... Проблемы со связью? Давайте попросим наших... Переработать. А, все, мы вас слышим, Владимир. Да, с моей точки зрения, более критическая ситуация в России является не в сфере нефтепереработки, а в нефтедобыче. Там мы знаем, что уже засекречены данные, статистика не публикует. И снова ждем. К сожалению, проблемы со связью. Нефть и газы — это трудноизвлекаемые запасы, которые требуют определенных методов извлечения современного оборудования. А, как известно, ведущие компании, такие как «Шлемберже» или другие, они ушли с российского рынка, сервисного рынка нефтяного оборудования. ...в сфере нефтедобычи. И, в принципе, прогнозы... Все-таки зависла у нас связь. Мы просим наших режиссеров переустановить соединение. Напомню, что мы говорим сейчас с экспертом и директором энергетических программ Центра Разумкова Владимиром Амельченко. Начали обсуждать, какой эффект произведет на рынок топлива в Российской Федерации первый сломавшийся компрессор на одном из самых крупнейших заводов по производству бензина и вообще по переработке нефти. Напомним, что эти последствия санкционного давления будут нарастать. Всего введено уже 12 пакетов. 13-й обсуждают, по прогнозам экспертов. В феврале уже 13-й пакет санкций будет введен в действие. И среди первых ограничений, которые были наложены, это как раз запрет на поставки товаров, оборудования и технологий для нефтепереработки. Наверное, самый сильный удар, который можно... Санкционное оборудование и сломалось, и мы же прекрасно понимаем, что это не какие-то китайские чипы, которые используются для производства дронов, могут спасти эту ситуацию. Владимир, вы снова с нами на связи? Да, да, да. Да, да, рады приветствовать. Владимир, а вы вот упомянули, что у них большие проблемы с производством нефти. Первое, аварии на перерабатывающих заводах, плюс вот эти проблемы с добычей нефти. Будут ли они иметь кумулятивный такой эффект, что на рынке Российской Федерации будет потихоньку становиться дефицитным такой товар, как бензин, дизельное топливо и так далее? Если да, то в какой перспективе? Да, я думаю, что все-таки это произойдет инерционный достаточно процесс, он будет развиваться постепенно, это не состоится сразу. Но надо учитывать, что около 70% всех запасов нефти и газа в России, это трудно извлекаемые запасы. Эти запасы требуют определенных современных способов извлечения и, соответственно, западного оборудования, которого в России не производится. Поэтому постепенно добыча нефти и газа будет сокращаться в России. То есть я думаю, что где-то в течение следующих 5-7 лет она может сократиться на 15-20%. И в дальнейшем эти темпы могут только нарастать. То есть это такой объективный процесс, с моей точки зрения. Это не произойдет в следующем году. Не произойдет, тут не надо рассчитывать, что буквально в этом году или в следующем году произойдет резкое падение добычи нефти и газа, резкое падение нефтепереработки. Это будет постепенный накапливающийся процесс, который приведет к тому, что Россия не сможет поддерживать свой бюджет только за счет нефтегазовых доходов, которые составляют сейчас от экспортных общих доходов больше 60%. Мы знаем, что российская экономика не является диверсифицированной. То есть там она достаточно зависит не только от нефти и газа, а также от поставок других природных ресурсов, алмазов, леса, ядерного топлива, обогащенного урана и так дальше. По мере того, как в мире все больше и больше происходит зеленый переход, то востребованность в российской экономике, в российской энергетике будет постепенно уменьшаться, что будет приводить к колоссальным инфляционным последствиям для России, трудностям наполнения бюджета, пенсионного обеспечения, социальных программ и так дальше. Но это будет процесс постепенный, если, конечно, Россия будет продолжать эту войну. А война, этот процесс негативный для российской экономики, для российских граждан будет только ускорять. То есть война является катализатором очень мощным усиления негативных процессов. Это же мы видим и по авариям сейчас теплокоммунэнерго в России, и вообще в энергетике, когда деньги идут не на поддержание инфраструктурных объектов энергетики, а на войну. То есть то же самое касается и других инфраструктурных отраслей. В первую очередь это энергетическая отрасль, нефтегазовая отрасль и другие ключевые отрасли, которые наполняют российский бюджет. А перестроиться, диверсифицировать свою экономику Россия в условиях войны не способна. А скажите, пожалуйста, какие еще ограничения могут быть введены в нефтегазовой сфере? И когда, если вам об этом известно, возможно в 13-м пакете санкций что-то будет? Если нет, то по вашему мнению, что должно быть сделано? Что можно ограничить еще, чтобы повлиять на наполнение российского бюджета вот этими кровавыми нефтяными деньгами? Ну вы знаете, что G7 плюс Австралия, они уже достаточно много сделали для санкций. То есть тех пакетов, которые существуют, их в принципе достаточно. Проблема не в самих пакетах и их наполненности, а в мониторинге выполнения этих обязательств. Поэтому тут, естественно, что Украина должна настаивать, чтобы усилился мониторинг за выполнением этих обязательств и усиливались какие-то штрафные санкции для тех компаний, которые занимаются перевозкой российской нефти. Нарушая санкции в страховых компаниях. Вот это, я думаю, ключевой путь для того, чтобы уменьшить доходы России. Ну в следующих пакетах, я думаю, очень важно в санкционный список внести оборудование для ядерной атомной энергетики. Потому что Россия развивает атомные проекты по всему миру. Например, вот она сейчас строит в Венгрии атомную станцию. Это означает, что Венгрия будет зависеть от ядерных российских технологий. Это является и политической зависимостью этой страны. И в случае чего Россия может объяснить свои военные провокации или даже вторжение в страны Европейского Союза, которые имеют ядерные технологии тем, что они хотят защитить Европу от опасных ядерных каких-то инцидентов. И только они, так сказать, владеют технологиями и возможностями работы на этих атомных станциях. Поэтому я думаю, что именно следующий пакет, который бы касался ядерных технологий, является очень важным для того, чтобы ослабить не только экономическое, но и, в первую очередь, политическое влияние России. Ну да, все мы уже долго ждем санкции против Росатома. Возможно, в 2024 году наконец-то хватит смелости у наших западных партнеров. Спасибо. Владимир Амельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, отвечал на наши вопросы. Спасибо.